Особое мнение на 101F Всем добрый день, это программа Особое мнение в Кире 1306. Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будет выражать Николай Пихтин, член Общественной палаты Кировской области. Здравствуйте, Николай Анатольевич. Добрый день. Всех с прошедшими праздниками. Да, кстати, как прошла новогодняя неделя? Так, активненько. Активненько? Ну я вижу, да, что для вас активненько. Это мы видим по соцсетям. И по другой информации в интернете. Все бы было достаточно, наверное, стандартно в это время, если бы не эстафета Олимпийского огня, о которой вы только что говорили в дневном развороте, которая прошла в городе 5 января. Вы там были? Вы фотографировали? Частично, да. Ну как частично? Руки-ноги были, целиком нет? Вы были, да. Мы видели материалы в сети. Вы разместили, я имею в виду фотографию одиночного пикета. Не знаю, видели ли вы задержание активистов. Одного видел. Видели задержание? Кого? Не успел сфотографировать. Я не знаю, как его зовут. Он стоял прямо вот внизу на площадке на этой. Я как раз объектив менял, и в это время вот это все произошло, я просто не успел сфотографировать. Не успели. А вы для чего пошли туда, на этот, собственно, эстафетту? Чтобы на пикеты посмотреть или чтобы поучаствовать вот в празднике, как многие говорят? Нет, я, конечно, про пикеты и знать не знал, что они будут. И, в принципе, как бы, ну, были они и были, ну, и ладно, ничего страшного, я в этом не вижу. А я пошел просто сфотографировать и специально поехал на вокзал, что вот сам процесс, когда он в Киргах прибывает, вот его заснять. А я тогда хочу вас попросить сразу обозначить вашу позицию по отношению и к эстафете, и к Олимпиаде. Можно коротко? Коротко. Вы, знаете, мне кажется, что было чересчур зарегламентировано все это очень жестко. Улицы заранее перекрывались, хотя можно было и буквально за пять минут до пробега закрыть. Например, в вокзал я приехал, оказалось, что надо было аккредитовываться. Я за заборчик не мог попасть за ограждение, аккредитацию получать, чтобы сфотографировать поближе и так далее. Мне кажется, все это излишне. Ну, вы-то пошли, как вы сказали, фотографировать это все дело просто из какого-то своего бытового интереса? Или все-таки рабочие моменты здесь присутствовали? Нет, наверное, больше бытового, любопытства. Больше любопытства, наверное. Ну и как, кроме того, что вы посчитали, что слишком все зарегламентировано, и нужно было иметь допуск, как говорится, к телу, в том числе и первого лица на нашей области. Вообще впечатления-то? Впечатления. Понимаете, я весь процесс как бы вот этот, да, я видел уже в сетях, то есть где-то вот на сайтах. Следили за этим. Да, следил. На сайтах люди писали отзывы различные. И у меня такое впечатление создаётся, что у большинства кировчан каких-то эмоций положительных, это не вызвало. Очень много людей возмущается, как раз то, что были перекрыты улицы, что излишне было вот как раз заорганизовано всё это, вот этот процесс был. Ну а как вы считаете, что когда такое большое действие идёт, когда такое огромное количество людей, там тысячи и тысячи выходили на улицу на самом деле, я тоже была в городе в это время, и сейчас Светлана Медведева говорила, что там действительно огромное количество людей было. Как должны были поступать спецслужбы для того, чтобы нас с вами защищать от того, чтобы, может быть, мы же с вами могли бы там натворить? Да, до этого были праздники довольно массовые, выходили, но такого не было. Что, допустим, по какому-то участку улицы побежит огонь, и за два часа улицу перекрывают, и всё, останавливают движение, и людей не пускают. Но это неправильно, наверное. Можно было за пять минут перекрыть, и они пробежали дальше, и какой-то такой волной, что ли, это делать. Да, даже при таком массовом скоплении народа, которые были, даже при том количестве машин, и вот горячую фальку. Потому что более массовые мероприятия я не видел. Ну вот я, честно говоря, за всю свою жизнь в городе Кирове не припомню таких массовых мероприятий, чтобы по всем, по всем, по всем улицам... Нет, я вам скажу, вот, например, на Октябрьском проспекте, это год назад, по-моему, был, Маликов приезжал, выступал, концерт был. От Комсомольска до ЦУМа, вообще, до Варусска... Ну это такое локальное было мероприятие. Но была вся улица вообще заполнена людьми, но никаких заборов в это же время не было, и было нормально. Но это Маликов на сцене. Ну, тем не менее. Ну, кроме... Давайте вот тогда еще по этапу. Вернемся к активистам, которых вы видели, и некоторых из них вы фотографировали. Кто эти люди? Вы их знаете? Нет, я не знаю. Одного я знаю, которого я сфотографировал. Антон его зовут. Мы как-то где-то пересекались на каких-то общественных мероприятиях, а так близко я его не знаю. Активисты организации автономного действия на портале, кстати, 7 на 7, куда вы тоже пишете, и даже более того, чуть позже я у вас спрошу, достаточно большой материал с видеозаписями этих ребят, которые рассказывали про сам момент задержания, там, девушка и молодой человек. Они рассказывали, что стояли они с плакатами, где говорили о том, что мимо нас пробегают наши школы, больницы и пенсии, и сам процесс там задержания, не этого конкретного молодого человека, другого, не могли сотрудники спецслужб мотивировать свое задержание ничем. Проверили паспорт. А чем они могли мотивировать, что этот человек, он имеет право на одиночный пикет. По закону он имеет право выйти и с таким плакатом стоять. И он стоял в таком месте, что он нигде не мешал. Вокруг него было метров, наверное, 10-15, свободная зона. Он никому не мешал, ничего. И причины задержания я не вижу его. Ну, мы с вами, наверное, помним, что после трагические события прошедшего года, 13-го, когда в Волгограде было сразу два теракта, наверное, понятно, что были усилены меры безопасности, ну, по всей стране, скорее всего. Понятно, что нам об этом не сообщили, там у спецслужб есть своя какая-то... Ой, Светлана, понимаете? Вот смотрите. Я все к тому, что все-таки меры безопасности при таком масштабном действии, как там Олимпиада, и в связи с тем, что произошло все-таки в нашей стране, наверное, были усилены. И понятно, что спецслужба была принята в особый режим. Нам с вами о нем не рассказали. А может быть, нужно было заранее оповестить людей и сказать, ребята, меры безопасности будут усилены. Оповещать, конечно, безусловно, потому что народ не знал. И потом тогда подошел сотрудник спецслужбы и говорит, вот в связи с тем, что введен такой-то режим, мы вас задержим и проверим. Нет, это естественно. Если бы они объявили, я уверен, что если бы они объявили, что не допускаются такие пикеты одиночные и так далее, то люди не пошли бы просто или где-то в другом месте встали бы, где абсолютно не мешают. А повещения, конечно, не было. Широкого такого люди не знали. То есть вы считаете, что вообще не стоило обращать внимание на спокойно стоящих людей? Пикетчиках? Да. Мне кажется, да. И говорить тогда об этом? Да, конечно. Они имеют право выразить свое мнение, встать, и они не нарушили закон. Почему нет? А вообще хотели бы вы дать оценку действиям правоохранительных органов во время проведения эстафеты, но кроме того, что их было там много, как они себя вели? Как обеспечивали порядок? Ну вот судя по вокзалу, я разговаривал даже с двумя, ну пытался через этот заборчик пройти, значит, разговаривал, и судя по тому, как пишут, в общем-то они корректно себя вели, не слышал я, чтобы какие-то эксцессы с ними были. То есть здесь выдержка была, хотя люди всякие попадались, и на вокзале я видел, там пьяные приходили, шумели, кричали. Граждане? Граждане, да. Такое количество полицейских было оправдано, вы считаете? Я бы сразу сказал, что мне кажется, это все было избыточно. Было избыточно? Мне кажется, это было избыточно. Но это была не единственная мера, то есть увеличение количества сотрудников, еще в этот день, как вы помните, отменили возможность продажи алкоголя до 5-го числа. Это хорошо? Плюс общественный транспорт ограничили движение. И причем, да, и причем, вот я, например, ехал к вокзалу, и кондуктор сама говорит, мы говорим, не знаем, нас сейчас остановят, нас на Чапаево пропустят, не пропустят, то есть они тоже были не информированы, не знали, как маршрут эти будут работать, в какое время будут перекрываться. Это опять вопрос информации о том, как действует вот эта система. Здесь мы хромаем. Сильно. Сильно хромаем. Так, хорошо. Вот, смотрите, я все-таки хочу к этому вернуться, потому что вот в преддверии новогодних праздников и после теракта в Волгограде, как я уже сказала, было много вопросов об уровне информированности населения и принятых мер. Кроме всего прочего, со вчерашнего дня в наших аэропортах введена система дополнительных ограничений на проносках жидкости, например, в самолеты. Вообще нельзя перевозить сейчас в самолетах жидкости ни в каком количестве. Люди попали в ситуацию, когда не ожидали этого, и кто-то вез лекарства, эти же детские смеси и все прочее. Информацию мы увидели 8-го же числа на соответствующих порталах, снова в интернете. Об этом запрете. Но снова никого не оповестили. Вот что Вы скажете вот этой тактике, об этих мерах, которые были предприняты? Нет, опять же, это вот отсутствие информированности. А во-вторых, меня, конечно, вот с медикаментами и вот с какими-то жидкостями на борт самолета, мне интересна фраза такая, вот я специально распечатал выдержку из этого, что как бы лекарства не запрещены, допускаются к паровозу в ручной кладе. После их, вот внимание, идентификации, служба авиационной безопасности аэропорта, прохождение проверки. Как это будет механизм проходить? Вот везет человек с собой лекарство. Кто будет идентифицировать? Нормальное это лекарство, ненормальное. Это значит, его будут какое-то время держать где-то. А если весь самолет с лекарствами летит, значит, сколько времени на это потребуется? Как-то непонятно. То есть, то, что приняли эти меры в преддверии Олимпиады, это нормально и понятно нам, да? И должно было, наверное, это произойти? Нет, мне не совсем понятно. Опять же, избыточное микроорице. А вот смотрите, вот я хотел сказать, вот по нашему вокзалу железнодорожному, вот в связи с Волгоградом, значит, приняли повышенные меры безопасности. То есть, вот эти подковы стали работать, прохождение, четче людей фиксировать. Но вот один человек в сетях написал, он заметил, я сам как-то сразу не обратил внимания на это, что на самом деле внутрь вокзала или на перрон можно пройти по переходу и спуститься на любую платформу. Никаких охраны, никого вообще нет. Или с другой стороны вокзала ближе к улице Октябрьского проспекта можно зайти, хоть внутрь вокзала, хоть куда-то на перрон, там никаких охраны, никого вообще нет. То есть, для галочки все делает? Кому надо, тот пройдет. Все делается для галочки. Получается, получается так. С той стороны А реальных мер никаких не предпринят. Ну вообще. Ну как реальных мер? Если их больше стоял, допустим, один-два постовых, а стало 4-5, то можно сказать, что мер-то как бы приняты. Ну, для галочки. А результат? Да. Кому надо, тот пройдет, вот через переход, спустится на платформу и зайдет на вокзал. Ну, вы так очень спокойно к этому относитесь. Вы сейчас говорите, что или ограничение в самолетах сейчас там, да, и на вокзале, и вот то, что было при проносе огня Олимпиады, это все было несколько излишне. Что вы хотите сказать? У нас все спокойно, и кроме того, что люди адекватно себя ведут, и вряд ли что-то будет с рядомом выходящее, вообще ничего не требуется, там, не усиливать никакие меры. Это вопрос, наверное, скорее всего, спецслужбам, они лучше знают. У них есть там и агентура, Я сейчас вас спрашиваю, ваши ощущения будут. вот я и скажу, они, наверное, лучше знают, и, скорее всего, они психологически готовятся, и так далее, и они сразу из толпы вычисляют примерно уже потенциально, вот так сказать, кто может что-то вред какой-то принести, и поэтому все граждан, конечно, по одному гребенку защищать, наверное, неправильно. Ну, все граждан, само собой. А у нас получаются прочески всех. Хорошо. Что касается, кстати, медикаментов, да, действительно, там было написано, что эти медикаменты можно провозить в самолетах, но после их идентификации или предъявления справки. Вы не помните процедуру прохождения, допустим, через подкову у нас на вокзал? Я, правда, где-то месяц назад проходил, и как она проходит сам процедуру? Просто шагами проходишь? Я с сумкой иду, мне постовой, значит, говорит, охранник говорит, откройте сумку и открывай, он так быстро взглянул и все. И он не смотрел вообще, что там лежит, чего там лежит. И вы чувствуете себя при этом спокойно совершенно? Ну, как бы, да. Понятно. Хорошо. Другая тема. 16 января в Калоркинг-центре пройдет очередное заседание дискуссионного клуба «Вечерний». Там два известных нам спикера будут давать оценку деятельности губернатора Кировской области Никиты Белых, Борис Веснин и Дмитрий Русских. Вот участие Дмитрия Михайловича мне понятно. Это его работа давать оценку, как работают власти, критиковать их или поощрять своими замечаниями. А вот Борис Геннадьевич Веснин в дискуссионном клубе. Это такая интересная история. Ну, а что интересного, я... Ну, как бы, вы бы его не пригласили, если бы было неинтересно, да? Расскажите. Ну, история нормальная. История, это человек из окружения губернатора, он расскажет, какие были успехи, что достигло за первый срок губернатор, что получилось, может, скажет, что не получилось, что хотели бы сделать и так далее. А что мы нового там услышим? Потому что, так или иначе, губернатор у нас был в эфире в конце прошлого года, и он рассказывал тоже и о достижениях, и о правах. Я... хотели бы мы выстроить вот эту дискуссию в формате, не то, что что-то новое услышать, а в формате, чтобы сделать анализ, что получилось и что... какой результат, что сделали, какой результат получил, и что не получилось, и почему не получилось. Как этот анализ будет проходить? то есть, Борис Веснин рассказывает о том, что вот мы сделали то-то, то-то, а губернатор об этом тоже говорил в прошлом году. Он сказал, и сказал, что еще активнее обозначит там свою позицию, о планах своих расскажет, и обо всем после того, как произойдут определенные события, там, весной. Дмитрий Русских об этом постоянно вещает во всех СМИ, и критику свою дает, и все прочее. И что дальше? Вот два человека эти сошлись. Просто расскажите, как это будет происходить, потому что не совсем понятно, особенно тем людям, которые там никогда не бывали, а большинства аудитории действительно нет. То есть, вот отчитался Веснин? Нет, не отчет. Нет, а как? Я еще раз говорю, что, во всяком случае, мы их настраиваем, спикеров, чтобы это был анализ, а не отчет. Не ура, отчет там, что вот мы достигли, а анализ. То есть, вот допустим, сделали что-то, какие-то средства потратили, и что мы в результате получили, что людям в области у нас лучше стало. С одной стороны, и хуже стало, и почему с другой стороны. Вот, но это впервые вот такой формат, когда приходит чиновник, от которой... Ну, в принципе, да, у нас в Вечернем, нет, были у нас там, и депутаты были, и в Гордуме были, но в таком уровне, как бы, да, мы пока не проводили, это у нас первый опыт, посмотрим. Как отреагировали, вот как отреагировали чиновники на это? Потому что, понятно, мы всегда тоже призываем к тому, что власть должна быть более открытой, и люди должны высказываться, население должно знать о производимых там действиях, и почему это сделали, и хотели бы слышать, слышать признание в каких-то неудачах, то есть, да, с конструктивным разбором ситуации, почему такая сложилась, какой будет выход, это такой легкий шаг, вы легко подвинули, в данном случае, Борисович, не надо, чтобы к вам прийти, или было какое-то сопротивление и непонимание? И вообще, есть ли запрос, на самом деле, у самих, там, чиновников, у кемовников, властей? История такая, мы организаторы клуба собирались, и, значит, решили на феврале, на январь месяц взять вот эту тему, то есть, срок заканчиваться, и вот как бы итоги подвести, то есть, что получилось, что не получилось, если получилось, то, что дало, если не получилось, то почему. И, значит, высказано было предложение, давайте Бориса Веснина или самого губернатора пригласим, значит, вот на эту дискуссию, и найдем, значит, ему оппонента. Я, после того, как мы это решили, я Борису Веснину написал, что вот планируется, он сразу же откликнулся, никакого сопротивления не было, и, несмотря на то, что там по сроку была с движкой немножко, у нас, потому что клуб должен заседать по вторникам, это 14-го числа, мы сдвинули на 16-го, почему? Потому что где-то у 13-го, 14-го выйдет указ как раз о исполняющей обязанности и уже законодательно будет точно решено по губернатору по дальнейшему. Чтобы можно было понять, с какой позиции. Поэтому, значит, вот выбрано было 16-е число. Что это даст дискуссия? У меня есть такая надежда какая-то, что даже на выборы наверняка будут еще кандидаты, которые будут себя прилагать. Да, и уже заявлялись. И они могут это, услышав все, могут где-то скорректировать свои программы, выступления там и так далее. Я думаю, что вот это может какую-то пользу принести. Но неофициально уже заявляли некоторые товарищи, что они собираются баллотироваться. Кто-то говорил, что если партия выдвинет, то я пойду. И здесь понятно, что уже с какой-то определенной позиции мог бы Борис Веснин об этом говорить. Но и все-таки, а вы считаете, что Дмитрия Русских, вы сказали, мы подбирали оппонента, Дмитрия Русских оппонент действующего? Я считаю, да. Да? Да, он активный. Я ему позвонил, предложил, он согласился. Почему нет? А там будет, вы думаете, прям вот критика-критика или все-таки? Я еще раз говорю, я бы хотел, это, конечно, у нас цензуры нет, я не могу им указывать, но я настраиваю вот их, о том, что был все же анализ больше. Расскажите, как участвуют члены клуба и вообще свободный ли вход, как они участвуют в этой дискуссии? Значит, все заседания клуба вечерней проводятся открытым, любой человек может прийти. Формат клуба такой, что по любой теме обязательно два спикера, один за, один против, значит, друг друга. Каждый спикер имеет право себе привести помощника какого-то, значит, это чем-то вот Соловьевский клуб напоминает, типа поединка. Каждый спикер выделяет четко регламент соблюдаем, спикер в определенное время он доносит свою позицию, затем выступает второй, затем обмен вопросами, затем любой из зала может задать любой вопрос, ответы на вопросы и затем идет выступление из зала. Любой может выступить и сказать. А кто ведет дискуссионный? Модератор. Модератор клуба из нас, из организаторов. А есть фамилия модератора? У нас, скорее всего, Антон Касанов будет модератором этого заседания. Если там ничего не случится, в моменте отъезда, то он будет модератором. Как в процессе общения происходит регламентация вообще там выступающих? Бывают ли провокации? Как вы с этим боретесь? Или вы не боретесь, наоборот? Нет. Мы сразу заявляем о том, что регламент поддерживаем жестко, модератор жестко осекает, особенно по времени. По существу выступления, естественно, никаких ограничений нет, кроме нормальных человеческих отношений. Это не грубить, не хамить, не обзываться, не уходить от темы. Если от темы уходит, модератор жестко дергивает. То есть, говорим только по конкретной теме, которая есть. Это же такое профессиональное отношение к ситуации. Посмотрим. Интересно, на самом деле, я думаю, будет дискуссия. Я приду, послушаю. Многие собираются. Очень интересно. Ситуация в ОНК. Я бы хотела сейчас с вами обсудить. Общественная наблюдательная комиссия наша заработала в новом составе буквально недавно, с начала декабря. Только новый состав комиссии заработал. Вот только выбрали председателя. Как уже вот такие изменения? Председатель ОНК Артур Абашев сложил вчера с себя полномочия. Произошло внеочередное собрание ОНК. Семь часов обсуждали различные темы. В итоге председатель ушел, сообщил об этом в своем блоге. Что-то нету ладу между членами комиссии. Это ожидаемый, вот такой результат, был ожидаем для вас лично или все-таки нет? Нет, я не ожидал, что Артур уйдет с поста, в который его выдвинули, если так можно называть постом. Но в принципе, по большому счету, я вчера с ней встречался, разговаривал, там мне вкратце рассказали, что было. Вообще-то это внутреннее дело. Нам важно общественности, и всем посмотреть результаты, как эта АНК будет работать, как они будут посещать места заключения людей и так далее, какой будут результаты деятельности. А кто будет председателем, я так большого такого как бы не ставлю. Это чисто организационные вопросы решать. Это вопрос с транспортом, еще что-то, с документами и не более того. Но вот если АНК стартует вот так вот, уже конфликтно достаточно стартует. Ну, неприятно. Неприятно, да. То можем ли мы рассчитывать на эффективность деятельности этой организации? Хотелось бы. Понятно, что хотелось бы. Даже при внутренних вот таких у них разборках хотелось бы, чтобы все равно они эффективно работали. Вы состав АНК знаете нынешний? Ну, не всех я знаю, да, но знаю, да. И как вам кажется в этом составе АНК мы можем рассчитывать на то, что этот состав будет эффективно работать? То, что хотелось бы, понятно. Вот все-таки дайте оценку. Уже можно понять. Вы знаете некоторых людей, примерно представляете там баланс, не знаю, стоит ли об этом говорить, но уже приходится. Баланс сил, потому что конфликт возник и есть какие-то эти и другие силы. Я, опять же, наверное, надеюсь, я как могу за других людей говорить, но вчера как бы вот я высказал такую мысль и ребятам как бы они ухватили и мне так кажется ухватили. А на чем? Мне кажется, вот этот состав АНК он должен выработать во-первых, политику. То есть, как они будут действовать вот то, что предназначено деятельностью АНК. Здесь есть два таких, ну, на мой взгляд, два таких момента. Первый момент. Или же они будут, их политика будет на то, чтобы соблюдались законы в местах содержания и людям, которые там отбывают наказания, стало легче и проще и все прозрачнее. Или же, другой момент, просто давить на УФСИН какими-то разными способами и что-то их, ну, как говорят в сетях, кошмарить. То есть, вот какую политику они выберут, вот от этого будет зависеть результат. Да, хорошо. Давить на УФСИН, насколько я вас поняла, это неправильная политика, это плохо. Нужно другую политику применять, вот в чем она могла бы заключаться? Как им облегчить? Нет, ну, все во всяком случае говорят, что, в общем-то, УФСИН довольно открытно работать начал и нормально воспринимает все и какие-то, хотя у них там есть свои трудности, порой, значит, правозащитники, кто-то приходит, требует там выполнения закона какого-то там, ну, элементарного, вот как с питанием было вот сейчас вот, да, случай. Но УФСИН просто в силу каких-то своих внутренних проблем он не может этого сделать. Не то, что он не хочет, а он просто не может. То есть по своим же питаниям оказалось, что там процедура такая, что заранее заказывают. Вы расскажите, пожалуйста, это касается задержанного Бохминцева. Да, да, по Бохминцев, да. Там оказалось, что, значит, его в такое время задержали, что уже была оформлена заявка на количество, кто у них там находится, на это количество было питания. Человека задержали утром. Да. И вот мы вчера обсуждали, пришли к, в общем, такому простому решению. Его не заявили, да, как задержанного? Да, да, да. А когда заявили, было уже поздно? Было уже поздно. Было оформлено вот это, значит, питание. И оказалось, что довольно просто, и вот ребята, по-моему, УФСИну скажут, предложат такой механизм, чтобы у них там держались какие-то элементарно сухие пайки, вот на какие-то случаи. Что человек пришел, его не должно интересовать, там, заказали, не заказали, и он обязан обеспечить питание. Вот такие моменты, конечно, решают. Да, и все-таки, и все-таки, да, то есть, как они должны действовать, члены ОНК, для того, чтобы не давя на УФСИН, который, как Вы сказали, сейчас более открытую политику ведет, помогали людям, которые содержатся вот в местах лишения там свободы, земельного ограничения. Изучать законы внимательно, практиковаться, то есть, ездить в эти зоны, в учреждения, смотреть, разговаривать с осужденными, с работниками УФСИНа, выявлять причины. И вот у них задача такая. В таком случае, понятно, что больше должно быть юристов ОНК. Ну, не то, чтобы юристов, я сказал, но, которые хотя бы владеют и представляют, что такое юрист, наверное, не совсем. Может быть, там, допустим, один-два юриста ОНК, у которых другие члены могут проконсультироваться, и они им расскажут, что как действовать. И вот сейчас, в свете того, что у нас поровну, примерно, сообщения из ОНК о том, куда они съездили, кого посетили, кому как помогать собираются, и сообщения о том, какие происходят распри внутри ОНК. это плюс или минус? Нет, внутренний раз, то, что происходит, это, конечно, минус. Конечно, по идее, это должны... Это все стоит вываливать в интернет и откуда черпают информацию СМИ? Вот эти внутренние разборки. Дело в том, что, наверное, они вправе написать про это, но какая реакция будет других СМИ на это, вот это вопрос интересный. Но СМИ сразу пишут, вот, значит, Артур Абашев сложил вчера полномочия, у них был там... Нет, я, Светлана, не об этом говорю, если условно говоря, условно говоря, вот он сложил полномочия, он написал про это, и сегодня все про членские СМИ про это написали. А если бы вчера он не сложил полномочия, то, наверное, на одно восьми это процитировали бы. Я вот об этом говорю. Но писать об этом люди должны сообщать. Потому что должно быть все прозрачно и общественная организация. Вот в том же блоге Артура Абашева мы прочитали, что вы, Николай, будете вести раздел видеоинтервью на сайте 7 на 7. Вот уже не первый раз я этот сайт 7 на 7 упоминаю. Это вообще такой сайт, который основывается на блогах, да? Прежде всего хочу спросить, с кем вы планируете общаться в этих видеоинтервью и какие темы собираетесь поднимать? Да, это я предложил интервью, проект, уже родилось название этому проекту «Узел» будет называться. Проект называется «Узел», да? Значит, я пока своими силами буду пробовать брать интервью. Диапазон не ограничен. То есть, от банального на улице где-то по каким-то банальным проблемам до каких-то более серьезных проблем будет. Это все будем монтировать, выкладывать и так далее делать. Ну вот, не знаю, сейчас получится или не получится договориться, но может быть сегодня или завтра уже запланировано у нас, сейчас договариваются, с Ковядиной интервью сделаем одно из первых будет. Понятно. Может, к вам придем, сделаем, у вас интервью возьмем. Спасибо. Почему бы нет. Мы продолжим наше общение после короткой рекламы и вернемся в студию. Особое мнение на 101F. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Мы остановились на том, что в рамках проекта «Узел», который запускается на сайте 7 на 7, вы являетесь, не знаю, как назвать, нештатный журналист, сотрудник. Это я пока не пробовал. Я предложил идею, ей понравилось и было на реализовании. Да, проект «Узел», который включает в себя видеоинтервью с различными людьми и первого человека, которого вы назвали, с которым вроде бы как достигнута уже договоренность, Леонид Ковязин. Ну, Тартуру, да, пытаются с ним сейчас договориться. Договарить. Еще пока не договорились. Конкретно по времени, да. Может, сегодня даже. Леонид Ковязин, узник Болотный, который вышел вот сейчас. Слава Богу, он с нами. Леонид Киров, да, насколько я понимаю? Да, я понял так. Почему решили с ним именно брать интервью? С первым? Да, как-то так вот. Артур предложил, что давай с него начнем. Вроде есть возможность, интересный человек вот сейчас. Почему бы нет? Я помню, мы беседовали с супругой Лёни где-то летом, потому что Леонид ввел дневники из мест, где он содержался, и нам было важно в тот момент рассказать о том, что человек чувствует, что он пишет, но как-то, по-моему, у нас это не получилось. Договориться об этом, закрыли ребята информацию, не знаю, в связи с чем, вот любопытно будет такая вот... Ну, в процессе интервью попробуем, да. Будет ли Лёня печатать дневники, которые он писал, и писал ли он, продолжал ли он, на каком этапе он закончил или нет. Кроме всего прочего, вы тут мне в перерыве сказали, что вы начнете этот проект, а вообще, может быть, будете подключать других журналистов и блогеров, которые могли бы в этом поучаствовать. То есть, это не авторский такой проект? Нет, нет, ни в коем случае нет, не авторский. Если появятся какие-то интервьюеры хорошие, нормальные, то ради бога, пожалуйста. Единственное, что формат бы он пытался соблюдать. Я имею в виду, чисто там делал технически, там такую картинку или все прочее. Вообще, надо сказать, что сайт 7 на 7, он практически весь контент состоит из того, что пишут блогеры туда, да? А с одной стороны блогеров и блоги называют альтернативой традиционным СМИ. В журналистике, да. Да, в журналистике идет такая мощная дискуссия, не просто журналистике, именно традиционным СМИ, там газеты, может быть даже где-то радио, все перемещается в интернет, одни утверждают, с другой стороны указывают на то, что у блогеров одного ресурса одни и те же читатели, и количество их достаточно ограничено. Ну, вообще, там читают сами себя, там друг друга цитируют, друг друга лайкают, комментируют, то есть варятся в собственном соку, как говорится. Вы с каким утверждением все-таки согласны? Это альтернатива, и скорее всего, даже не СМИ, я бы сказал, журналистики. Почему? Потому что часть из журналистов, реально работающих в каких-то СМИ, они становятся блогерами параллельно, не уходя. Почему? Потому что все же блог позволяет отойти от каких-то жестких канонов журналистской норм и так далее, более свободно излагать свои точки зрения, мнения. И тут тоже есть опасность определенная. Ну, опасность есть, да, это уже как бы отдельная тема. Единственное, что вот настораживать, вы правильно сказали, что один блогер размещает свой материал в многих местах идет, и плюс вот сам формат дискуссии, он на многих сайтах некорректно модерируется, я бы так сказал. А его вообще можно модерировать? Мне кажется, нужно, в каком ключе модерировать, я хочу сказать, это убирать хамство, мат, убирать, когда человек уходит от темы. У нас очень часто вы заметьте, когда появляется какой-то материал, то начинает комментировать того, кто дал материал, а не о чем пишет он. То есть, человек уходит от темы, на четкое, что комментировали ту тему, на которой начали публиковать. Ну, как вы можете людям приказать комментировать то и посоветовать то или иное? Нет, ну, во-первых, если вы посмотрите правила на сайтах, то они практически об этом все и правила и говорят. Предупреждают, да? Предупреждают. То есть, соблюдают правила сайта, вот и все. Сайт имеет право задать такие правила, какие он считает нужными. И люди обязаны его выполнять. Модератор должен за этим следить. Вот и все. Это почему я говорю, что появляется ряд модераторов, ой, комментаторов, которые фактически отпугивают нормальные комментаторы, которые люди грамотно... Не с кем подискутируют в обсуждении. Да, грамотно могут изложить свою точку зрения, грамотно прокомментировать вопросы поднятые и так далее. Они просто боятся делать по ряду причин. Но просто даже действительно не с кем там бывает людям, видимо, обсудить, найти единомышленников или достойных оппонентов, потому что там люди пишут... Так я и говорю, в большинстве сразу же на личность перекидываются на человека и начинают с ним... И эти личности, они друг друга знают и друг другу постоянно перекидываются. Да, у нас Кировик немного, да и все прекрасно знают. Как с этим бороться? Только модерацией? Ну, сайты пусть сами решают. Наверное, модерация, конечно. И еще одна у нас есть такая вот тема. Культурно-туристический проект «Сказочная карта России» учредил Орден сказочной глупости. Да, видели, да? Да, конечно. Награду будут выдавать ежегодно за самые сомнительные достижения в области продвижения сказочного туристического потенциала. А вот, кстати говоря, весна-то уже не за горами, да? И когда у нас в мае, начале июня проходят всемирные сказочные игры. Есть у нас достижения уже в нашей области. Первый орден сказочной глупости за 2013 год получит глава Иранского района Кировской области Владимир Логинов. Почему? Потому что... Но самый хороший вопрос почему? Почему он получает? Как, значит, что тут нам пишут? В открытой группе в соцсетях «Сказочная карта России» такую награду главе Иранского района решили вручить, потому что ему вообще не нужен туризм даже сказочный. Вот здесь действительно вопрос. А там глинышек в Иранском районе. Так может, вот, ну его этот туризм, понимаете, что я имею в виду? Вот в каждом отдельно взятом городе, деревне, селе, то, что пытаемся мы развивать. Есть у людей дела поважнее, наверное, чем продвижение глинышков, огурцов. А вот давайте сначала о проекте кратко. Я просто, как бы, здесь спозиционировать правильно. Проект общественный. И поэтому, как организаторы проекта решили, так мы должны это воспринимать. И не указывать им, что они правильно сделали, что они правильно сделали. Вот решили они присвоить ему вот эту премию. Ну, это их право. Самое интересное, что когда я начал изучать поподробнее по этому, по награде по этой, так, оказалось, что по главе вот этого региона, по Логинову, я не увидел ни одного конкретного факта, в чем его общие слова одни. Он против, он там что-то. Плюс, значит, вот я вычитал о том, что он, и он умудрился даже не выделить землю под организацию парка. Во-первых, он не выделяет землю. Все в одну кучу, то есть, да? Выделяют землю депутаты и там администрация, но никак не он. Как-то так странно для меня это показалось. Может, да, он активности не управляет, я же его ни в коем случае не защищаю, потому что я не знаю его деятельность. И вот мне хотелось бы узнать, что конкретного он не сделал, и вот конкретики я абсолютно не нашел никакой. Общие слова. Это вот по поводу выручения награды конкретно вот этому человеку. И много раз говорили о том, что, собственно, туризм вот такой местный развивать, может быть, должны не столько власти, сколько люди заинтересованные. Я к этому уже хотел подвести. Общественность, да, бизнес, жители сами должны это развивать. И нечего на власть там что-то принять и так далее. Власть, и я думаю, что вот Логинов и другие главы муниципалитетов задумаются после этой награды о том, что они просто должны создать условия и какую-то посильную помощь оказывать. А какие условия может создать непосредственно Владимир Логинов сказать, ребята, гринышек это хорошо и все, кто хочет, вкладывайтесь в продвижение? Ну, хотя бы и так. А почему нет? Это тоже своеобразное подталкивание других людей к тому, чтобы активизироваться и что-то начать делать. Почему нет? Ну, а вы, давайте все, потому что осталась буквально одна минута. Вы все-таки за то, что все эти малые туристические формы у нас развивались. Или отстаньте от этих людей, пусть хозяйством занимаются вообще. Нет, я за то, чтобы они развивались и пусть они развиваются. И если жители какого-то района решили их развивать, то это их право и пусть они, конечно, развиваются. А власть должна помочь, поддержать где-то морально, где-то, может, каким-то другим механизмом. Но вообще вручение вот такой награды, она такая симпатичная, я вам скажу. Там такой индюк очень красивый, на золотом фоне красивый такой сидит. Вообще, наверное, еще одно привлечение внимания к этому проблеме, еще один способ привлечения внимания это неплохо. Неплохо. Это хорошо. Молодцы наши общественники. Да, кто-то из других главных муниципалитетов задумается после этого. Вот как жизнь бурлит у нас, несмотря на то, что Новый год и кто-то еще сегодня только-только входит в рабочий процесс. Спасибо, это было особое мнение Николая Пихтина, члена Общественной палаты Кировской области. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. Вам спасибо. До свидания. До свидания.